МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. В последние недели летом на еженедельном совещании у главы Чуваши обсуждали детский отдых и вступительную кампанию в ВУЗы. Опрос окончен. В России завершился первый этап сельскохозяйственной переписи. Век цифры. Российской телерадио-овещательной сети 15 лет. О детях и подростках говорили сегодня на еженедельном совещании у главы Чуваши. Пока одни отдыхали в лагерях и санаториях, другие поступали в высшие учебные заведения. Практически в самом начале эта летняя оздоровительная кампания в России омрачилась новостями из Карелии. В лагере на Сямо озере утонули 15 детей. Далее последовали проверки детских оздоровительных учреждений по всей стране. В Чувашии почти две сотни плановых и внеплановых проверок провел Роспотребнадзор. Более полутора сотен МЧС. МВД составило 40 актов и выдало 23 предписания. В основном технического характера. Серьезных нарушений не выявлено. Все по плану. Отдохнуть за лето в республике должны 99 тысяч детей. Государственная поддержка оказывалась родителям путем возмещения стоимости путевок от 50 до 100 процентов в зависимости от категории. Такой возможностью воспользовалось более 14 тысяч родителей. В основном это загородные лагеря. Особое внимание при организации отдыха, оздоровления было уделено более 48 тысячам несовершеннолетним, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Все недочеты оздоровительной кампании этого года необходимо учесть при подготовке к следующей, отметил глава Чувашии. У кого этим летом отдых отошел на второй план, так это у выпускников. 8 августа закончилась вступительная кампания. Оказаться в числе студентов-бюджетников в этом году было проще, чем в прошлом. По программам высшего образования у нас увеличение бюджетных мест идет на 8 процентов, вот зеленый столбец. По программам подготовки специалистов среднего звена идет повышение на 5,6 процента. Чуть на 50 мест меньше по программам подготовки клювицированных рабочих, но они стабилизированы увеличением количества мест для программ среднего специального образования. Желающих поступить на экономистов и юристов по-прежнему много отметила замминистра образования. Для них следующая информация. ЧГУ увеличил количество мест по техническим специальностям, ЧГПУ по педагогическим направлениям. Обсудили на заседании также безопасность на дорогах и подготовку ко дню города Чебоксара. Ольга Пырычкина, Надежда Яковлева, Олег Якимов. Всероссийская сельхозперепись завершилась. По всей стране в ней участвовали 92% организаций. В Чувашии охватили почти 98%. В ходе переписи организаторы столкнулись с проблемой выявления земель сельхозназначения. Не переоформлены участки многих ликвидированных предприятий. Таких в Чувашии оказалось 167. Также переписчики отметили, что не завершена работа по оформлению в муниципальную собственность земельных долей, от которых отказались жители деревень. В течение недели состоится выборочно-контрольный обход объекта в переписи, а предварительные итоги кампании будут подведены в четвертом квартале 2017 года, окончательные в 2018. Для высокой производительности в первую очередь необходимы хорошие условия труда. Новые оборудования на рабочие места появляются не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве. Этот и другие вопросы обсудили во время рабочей поездки главы Чувашии в Валиковский район. Когда есть условия, работается лучше, говорят селяне. В СХПК «Новый путь» построили новый зерноток и зерносклад. Работа достаточно. Убрано около 900 гектаров. Урожайность составила 23 центнера. Средняя заработная плата в хозяйстве – около 17 тысяч рублей. Рабочих рук хватает. В летний период приходят студенты и старшие школьники. Вопросы ввода в оборот неиспользуемых земель Михаил Игнатьев обсудил с руководством района. Глава администрации Александр Куликов доложил, выявлено более 8 тысяч гектаров неиспользуемых земель и 6 819 уже зарегистрированы. Облик районного центра и близлежащих деревень изменился к лучшему. Очень много было сделано во время подготовки празднования Дня Республики, заметил Михаил Игнатьев и пообещал, что поддержка муниципалитету будет оказываться и дальше. Понятно 14 утвержденных программ, ситуация меняется. Программы нужно обновлять, поэтому отдельные темы, которые касаются жителей района, нужно туда тоже закладывать. И мы, конечно, будем участвовать в вопросах софинансирования тех объектов, тех улиц, микрорайонов, где нужно на самом деле, выделяя средства, благоустроить. У Альковца должна быть уверенность, что мы, как к любому другому муниципальному образованию относились, будем относиться, но все делается у нас публично, открыто, не только на уровне разговоров. Нужно представлять аргументацию, документы для того, чтобы получить эти финансовые средства. Глава Чувашии рассказал о перспективах строительства сельских клубных учреждений в республике и поэтапном строительстве сельских дорог. Он сообщил, что средства Дорожного фонда Чувашии в 2017 году составят более 4 миллиардов рублей. Цивильску исполнилось 427 лет. День рождения города отметили с размахом. К этому празднику готовились не один месяц. Для жителей районного центра подготовили множество сюрпризов и концертных номеров. Цивилиан приехал поздравить и глава Чувашии. Подробности в материале Дмитрия Ковалева. Центральные улицы Цивильска в день города стали пешеходным бульваром. На каждом шагу творческие площадки. На одной из них развернули выставку личных вещей купцов, которые проживали здесь. Историей города цивиля не гордятся. Это богатство надо сохранять. И показывать всем детишкам, чтобы они знали эту историю. Показывают нам. Показывают, да? В школе сходим постоянно. Так ведь? Из 19 века в советскую эпоху. В образе пионеров на творческий бульвар приехали воспитанники загородного лагеря. В день города юные цивиляне сдавали нормы ГТО, боролись за призы в гонке на велосипедах и в забеге в валенках. Сражались за награды и повара. Фестиваль национальной кухни в Цивильске проходит уже не первый год. В этот раз на суд жюри представили блюда чувашской, итальянской и грузинской кухни. Мы подготовили для вас самые вкусные, самые замечательные блюда. Вот, пожалуйста, кулетики из баклажана. А это как называется блюдо? Это у нас качапури. Качапури? Грузинское блюдо. В день города в Цивильске появился и новый памятник. На центральной улице установили бронзовую скульптуру императрицы Екатерины Второй. Как говорится, и не каждый город может ставить такие памятники. Но, слава богу, что в Цивильске каждый раз появляются новые-новые подарочки для всех жителей. Но нам остается только любоваться и радоваться, и беречь все, что мы имеем. В Цивильск становится краше с каждым годом, отмечают почетные гости. В муниципалитете отремонтировали старые дороги, сократили очереди в детские сады в ближайшие годы. Здесь начнется строительство новой школы. Брендом города стала Тихвинская ярмарка, которая на протяжении многих веков собирает гостей из разных регионов. Старшее поколение воспитывало молодое поколение для того, чтобы город Цивильск развивался. И по факту это получается. Это и строительство детских садов, это и строительство жилья, это реконструкция разных объектов. Это говорит о благоприятной атмосфере на территории города и Цивильского района. Раньше мы приезжали сюда каждый год на Тихвинскую ярмарку, а сейчас сам Цивильск своими скульптурами, своими какими-то маленькими памятниками украшается, краше, краше становится. Сами люди это главное в нашей жизни. Они приветливые, они занимаются спортом, посещают ФОК. Я вот тоже наблюдаю, захожу иногда в физкультурный комплекс, с удовольствием туда они ходят, занимаются спортом, поддерживают свое здоровье. Горожанам, чей вклад в развитие Цивильска особенно заметен, вручили благодарности, грамоты и часы с чувашской символикой. Дмитрий Ковалев, Росель Мухаммедов, Республика. Ядринский район не богат полезными ископаемыми, однако за последние десятилетия экономические показатели района заметно выросли. Ядринский мясокомбинат, кирпичные и конные заводы широко известны по всей республике. Минувшую субботу День города отметили и ядринцы. На праздники побывала наша съемочная группа. Русская расистая и американская стандарт бредная. Племенной конный завод имени Чапаева специализируется на разведении этих двух пород. Сегодня многие вырученные здесь животные участвуют на скачках в различных регионах страны и за рубежом. Со всероссийских забегов чапаевские лошади традиционно привозят призовые места. Своей работой, своими результатами Чувашский комзавод имени Василия Ивановича Чапаева золотыми буквами вписал в историю коневодства Российской Федерации все те результаты и победы. И конечно сегодня я отдельно хотел бы высказать слова благодарности всем тем, кто стоит у истоков нового возрождения. У нас будут новые рекорды, новые победы. Новые победы были одержаны в этом году и в предпринимательской сфере. Индекс промышленного производства района по итогам полугодия составил 112%. Достаточно активный малый бизнес в районе. Это можно посмотреть и по показателям, то что динамика положительная по основным показателям. И то, что активно обращаются они за формами господдержки. Конечно, этому способствует и то, что в районе находится филиал нашего агентства по поддержке малого бизнеса. Между тем в районе полным ходом идет капитальный ремонт и строительство дорог. В минувшие выходные новую дорогу открыли в деревне Верхней Ирзеи Ювановского сельского поселения. В Ядринском районе более 530 километров автодороги. Из них 28 километров это проходит федеральная дорога, федерального значения, где идет сейчас мощный капитальный ремонт. Много средств выделено, 6 миллиардов. Сегодня сейчас даем одну из улиц, улица Молодежная называется. Однако сам Ядрин не производит впечатления ухоженного города. Отметил глава Чувашии. На улицах грязно, особенно вокруг киосков. Многие многоквартирные дома нуждаются в срочном капитальном ремонте. На сегодняшний день он приостановлен из-за низкой собираемости средств. Если по республике средний показатель составляет 70%, то в Ядрине он еле дотягивает до 35%. Вот Вадим Николаевич докладывает, мы, говорит, на 2% поднялись, рапортует меня. Я говорю, что рапортовать-то? Районы, говорю, собирают. Даже город Чебоксар уже вышел на 70%. И эти средства собранные, направляются на капитальный ремонт тех же домов. Никто деньги никуда не откладывает, никуда не перечисляет. Любовь к родине начинается с малого. В первую очередь это забота об общем доме ядринцев. Отметил Михаил Игнатьев. Бечисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Дарина Игнатьева, Алина Алтухова, Сергей Адушкин. Республика. Заместитель министра спорта Чувашии подозревается в управлении служебным автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чувашской республике. 14 августа в воскресенье наряд ДПС получил информацию, что по московской набережной гражданскими активистами задержан водитель «Шевроле» Нева с признаками опьянения. Прибывшие на место инспекторы ГИБДД предложили мужчине пройти освидетельствование, от которого он отказался. В дальнейшем было установлено, что за рулем автомобиля, принадлежащего Министерству физической культуры и спорта Чувашской республики, находится один из заместителей руководителя Борис Атаманов. В отношении Бориса Атаманова оформлены пять административных материалов. На сайте Министерства физкультуры и спорта сегодня днем появилась информация, что по поручению главы Чувашии в отношении Бориса Атаманова ведется служебная проверка. Телевидение, несмотря на развитие интернета, по-прежнему остается основным источником информации для большинства жителей нашей страны. За кадром остаются те, кто решает сложные технические вопросы. Среди них специалисты Чувашского телерадиопередающего центра. Начиналось все с аналоговой технологии. Сейчас в республике строится сеть цифрового эфирного телевидения. Россия начала переходить на цифру с конца 2000-х. Тогда эксперименты по запуску принципиально новой технологии проводились в отдельных регионах. Первые цифровые эфирные телеканалы появились в феврале 2010-го. Сейчас есть два пакета каналов, так называемые мультиплексы. В каждый входит по 10 ресурсов. Как заявлял ранее министр связи России Николай Никифоров, треть жителей страны выбирают именно их. В нашем регионе цифровое вещание пока идет в тестовом режиме. Первым мультиплексом у нас покрыто более 80% населения Чувашской республики. Второй мультиплекс у нас в настоящий момент работает только на город Чебоксары, но в Чебоксарск. К сожалению, пока по решению вещателей второй мультиплекс работает только в городах с населением выше 50 тысяч человек. Это будет продолжаться до 2018 года. Надеюсь, в 2018 году там примут решение. И после 2018 года охват что первым, что вторым мультиплексом составит практически больше 99% населения. Всего будет задействовано на каждом мультиплексе 42 объекта. Уже работают 16 передающих станций. Эти передатчики ловят сигналы со спутниковых приемников и передают его. В Чебоксарах стоит головная станция, с помощью которой контролируются все передающие. К концу федеральной программы по строительству сети цифрового телевидения в республике будет 42 передатчика. Пока они строятся, Чувашский телерадиоцентр принимает участие во всероссийской акции «15 добрых дел». РТПЦ дарит социальным объектам комплекты для приема цифрового сигнала. Первой в списке стала Чебоксарская центральная городская больница. Наша больница – первое учреждение, в которой проведена бесплатная передача приставки для улучшения условий пребывания пациентов в стенах нашей больницы. Мы планируем поставить две такие установки. Одна в центральном офисе, а другая в новом помещении общей врачебной практике. Мы благодарны за великолепную акцию «15 добрых дел», которая сегодня позволяет нашим пациентам находиться в стенах больницы в более комфортных условиях. Теперь у них есть вся возможность быть постоянно в курсе всех событий. Возможность смотреть телевидение высокой четкости получат пациенты нескольких больниц и воспитанники школ и интернатов. Ну а в будущем, когда цифровое эфирное ТВ будет запущено по всей Чувашии, жители республики получат 20 бесплатных для зрителя федеральных каналов. Евгения Фандеркина, Игорь Зверев, Республика. Сразу после нашей программы руководитель флиала российской телерадиовещательной сети РТПЦ «Чувашия» Дмитрий Авербах станет гостем программы «По существу». Главная тема беседы – когда в Чувашии станут доступны цифровые телевизионные мультиплексы. Национальная телерадиокомпания «Чувашия» проводит жеребьевку по распределению эфирного времени на национальном телевидении, национальном радио и таван-радио на платной основе для проведения предвыборной агитации по выборам депутатов госсовета Чувашии. Жеребьевка пройдет 16 августа этого года в 16.00 по адресу город Чебоксары, проспект Ленина, дом 15. Вход со стороны улицы Энгельса, рекламный отдел, кабинет 111. Справки по телефону 64 11 11. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok